В эфире информационный выпуск новостей в студии Нурабек Пасарова. Добрый день. У Министерства юстиции сегодня проходит митинг членов СДПК сторонников Алмазбека Атамбаева. Они протестуют против перерегистрации политической организации и заявляют, что Минюст нарушил законы. Сагнбека Абдрахманова социал-демократа обвинили в политическом рейдерстве и потребовали отставки главы Минюста Марата Джаманкулова. Напомним, в конце прошлой недели ведомство изменило в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Вместо Алмазбека Атамбаева в реестре был указан лидер движения СДПК без Атамбаева Сагнбека Абдрахманов. В Минюсте тогда эти изменения объяснили тем, что к ним поступило уведомление и по закону они должны отреагировать. В свою очередь сторонники Атамбаева направили в Генпрокуратуру заявление, подписанное экс-президентом с требованием возбудить уголовное дело. В социальных сетях стартовал сбор подписей под петицией с требованием запретить разработку уранового месторождения Ташпулак в Исокульской области. На сегодня подписи поставили около 8 тысяч человек. Напомним, компания Юразия собирается разрабатывать месторождение Ташпулак, а перерабатывать его планируют на Карабалтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района выступают против проекта. 20 апреля они провели митинг. 21 апреля акцию протеста провели активисты в Бишкеке. Глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилиос Монбетов предложил им войти в комиссию, которая будет работать на месторождении урана. Но многие сельчане предложение отклонили, заявив, что от добычи урана экологическая ситуация в регионе только ухудшится. И это приведет к краху туризма, повышению уровня безработицы и заболевания. Создана правительственная комиссия по изучению геолого-разведывательных работ, куда вошли министры, главы ведомств, полпредправительства Высокульской области Аким, глава Элюкмыты. И сегодня утром группа, куда вошли почти 30 человек, выехала в Высокульскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. В основном это гражданские активисты. Цель наша, чтобы приостановить эту работу. Кто эту новость услышал, они где-то практически все поддерживают, все понимают, что это опасно в нашей жизни. Это 70% людей поддерживает нас. К другим новостям. В Бишкеке под утро по улице Льва Толстого машина слетела с моста. Как сообщается, автомобиль на большой скорости врезался в ограждение моста и слетел вниз. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Хонда, 24-летняя девушка, ее госпитализировали. О характере травм пока не сообщается. В салоне автомобиля пассажиров не было. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В соцсетях появилось видео с записью массовой драки, по предварительным данным, с участием крыгызских и таджикских мигрантов. По словам автора ролика, драка произошла поздним вечером, минувшую пятницу 19 апреля, в автопарке Екатеринбурга. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, на месте находилось около двух десятков человек. Автор ролика Керемет Маукулова сообщила, что сотрудники службы безопасности проигнорировали происходящее и не вызвали полицию. Причины конфликта остались неизвестными. Сведения о пострадавших пока не поступило. Другие данные уточняются. Теперь ребенок пропал в Джалалабадской области. Пятилетнего мальчика в Базар-Кургунском районе ищут четвертые сутки. Как сообщила пресс-служба МЧС, он пропал вечером 19 апреля из села Акман. В МЧС пояснили, что свидетелей того, что мальчик мог упасть в реку, нет. Но спасатели на всякий случай провели мероприятие в канале Акман, который ведет к водохранилищу. К поискам привлекли 40 спасателей, 65 местных жителей и 28 сотрудников милиции. В Аши с участием президента проходит первый телекоммуникационный форум «Цифровой Кыргызстан. Развитие регионов». В форуме принимает участие почти 500 человек. Представители государственных органов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, компаний операторов электросвязи, общественных объединений и международных организаций. Так участники ознакомятся с ходом реализации государственных программ и реформ под цифровой трансформации. Обсудят проблемы и перспективы развития отрасли. Рассмотрят аналитику зарубежного и отечественного телекоммуникационных рынков и опыт работы операторов электросвязи в процессе цифровизации регионов страны. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...